Площадь объекта, построенного в селе Лайково, два гектара, в технологической цепочке, четыре степени очистки, механическая, биологическая, мембранная и очистка ультрафиолета. Это позволит на выходе получать практически питьевую воду и сбрасывать ее в ручей без какого-либо вреда для окружающей среды. Вы уже тестирование проводили? Да. Пусконаладка проводилась. С водичкой все прогнали. Отборок второй прогнали в воду. Вот первый каналец туда. Этот комплекс очистных сооружений один из самых современных в Подмосковье. На его строительство было потрачено более полутора миллиардов рублей из бюджетов Одинцовского района и Московской области. Мы сможем переключить стоки с нескольких поселений. Безусловно, это городское поселение Одинцово, это Горское, это Барвихинское поселение, это Власиха, которая находится по соседству буквально с очистными и все наши новые микрорайоны. Инженерный объект полностью готов к работе. На днях было получено разрешение на ввод его в эксплуатацию. После решения ряда организационных вопросов, Лайковский комплекс очистных сооружений заработает на полную мощность. А это ни много ни мало 30 тысяч кубических метров сточных ввод в сутки. Сейчас будут проходить необходимые, так скажем, оформительские процедуры, потому что объект мало ввести, его нужно еще привязать к эксплуатирующей организации. В данном случае это наш Одинцовский водоканал. Думаю, что за 2-3 недели мы урегулируем все вопросы с эксплуатацией, с передачей объекта водоканалу и обозначим уже торжественное открытие и начнем переключать стоки. На объекте будут работать 20 человек, при этом каждый должен иметь высшее образование и квалификацию, которая позволит держать под контролем современную электронику. Подбором кадров займется эксплуатирующая организация «Водоканал». Что касается старых в поселениях очистных сооружений, то, скорее всего, они будут демонтированы. И эта территория под ними будет использована поселениями для социальных нужд, для строительства, возможно, социальных объектов, детских садиков, школ. Очистные сооружения подобного уровня единственные в Одинцовском районе, но такой статус у них будет недолго. В планах строительство схожего инженерного объекта, но меньшей мощности. Мы смотрим локацию недалеко от Кубинки, парка «Патриот», в той части, где у нас, так скажем, маленький охват нашими действующими очистными сооружениями. Возможно, что-то в ближайшее время спланируем на строительство межпоселенческого, такого блока коммунального, куда войдут и очистные в том числе. А пока пункт номер один в повестке дня – запуск Лайковского комплекса. Специалистам предстоит внимательно следить за его работой, посчитать, сколько средств уходит на эксплуатацию и выяснить, как хорошо он выполняет свои функции. Если опыт будет признан успешным, приступят к реализации задуманного. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».